Судебные приставы подводят итоги года. За 2012 год должники добровольно перечислили 8 миллионов рублей. Хуже всего дело обстоит с долгами по зарплате. Взыскать их с предприятий банкротов практически невозможно. Многомиллионные долги перед работниками у конфетной фабрики «Красная заря», у спиртзавода «Петровский», у Лежневского машиностроительного завода. Куда более успешно взыскиваются долги с неплательщиков элементов. Люди зачастую небедные уклоняются от обязанности содержать своих детей. Ограничение на выезд за границу в таких случаях мера действенная. Сначала алименты и только потом отдых на курорте. Вообще арсенал ограничений для неплательщиков элементов планируется расширить. Пока все на уровне предложения. Но идея неплохая. Ограничить возможности должника заниматься любимым делом или тем, которое приносит ему прибыль. Ограничение специальных прав, в том числе, например, на управление автотранспортным средством, либо каким-нибудь водным видом транспорта. Специальных прав, например, на ведение охоты, рыбной ловли позволит нам более активно решать вот проблему взыскания долгов, в первую очередь, конечно, с элеменщиков. Депортация иностранцев за пределы страны обязанность для приставов новая. За этот год до границы припровождено 110 нарушителей. Правда, одного сирийца депортировать пока никак не удается. Он говорит, что на его родине война и возвращаться туда не хочет. С сих пор мы его не выдворили. Суд приостановил производство по этому делу, предоставив ему возможность получить вид на жительство в нашей стране. Он мотивирует это кинуться своими политическими убеждениями. Всего сейчас в спецприемниках во дворе не за пределы России дожидаются 38 человек.